Я всех приветствую на нашем этапе. Меня зовут Сергей Александр. Работаю сейчас с компанией Inventus. Я тот человек, который компания притаскивает всякие модные штучки и потом с этим все мучаются. Сегодня в первом докладе мы услышали, что можно, допустим, подключить нас в приватный репозиторий BigHub. Все это будет хорошо склонировано, проанализировано. Если у нас там был пароль, то есть вероятность, что его воспользуются, узнают, подключатся к нашей базе данных, внешнему API, и все мы с вами пропадем. Чтобы задуматься об этой проблеме, сегодня я расскажу вам доклад о таком инструменте, как Волта от Хашикора. Доклад будет в стиле того, что я читаю документацию и кратко пересказываю. Если вы поймете, что это про вас, соответственно, вы перейдете на сайт и более детально познакомитесь с данным проектом. А если это не актуально, по крайней мере, услышите, что он есть, и можно им пользоваться. Итак, давайте с вами определимся, что такое секрет. Секрет это та информация, которую мы хотели скрыть от посторонних глаз, ушей и так далее. Если мы говорим про проект, в наш случае можно сказать, что пароль и базу данных – это секреты. Мало кто из вас, наверное, хочет предоставить пароль от баз данных, доступный, допустим, интернет. Сертификаты для сайта. Допустим, если у нас маленький домашний сайт, то, наверное, хотя бы такой сертификат не очень опечалит нас. А если мы владельцы домена Go.com и наш сертификат уплыл, это уже достаточно большая проблема. Приватные ключи к SSH. Кто из нас свой просто рабочий и кто вообще пользуется SSH доступом для авторизации? Ну, соответственно, тоже от своей машины, наверное, никто не желает потерять такой ключик, а тем более от рабочих машин. Это могут быть разнообразные ключи и KPI. Если кто-то занимался взаимодействием с внешней системой, то обычно дается какой-то токен, строка символов или байт, который мы используем для того, чтобы сказать, что это мы и дать нам доступ к нашим данным и применить на какие-то запросы. Также это актуально для ключа, который подписывается в мобильное приложение. Сам я этим не занимался, но в какой-то случай, что перевыпуск данного ключа доставляет достаточно большой гемор. и сертификаты от платежных шлюзов. Если кто-то занимался интеграцией платежных систем, то разные системы имеют разные API, но, допустим, яд и с этими имеют сертификаты, которые подписывают запросы. Дальше мы обратим внимание на статистику. По данным сервиса InfoWatch, что взломы большинстве своих проблем предоставляют, это можно разделить на внешний и внутренний, и как раз внутренний предоставляют до 80%. Я не берусь сейчас сказать, на какой год это цифра, но соотношение внешних и внутренних факторов, соответственно, говорит сама для себя. Итак, обозначу с вами проблему. Хранить секреты и токены, пароли в которой это плохо. Все знают, нам все с этим согласятся. Но вопрос, почему никто ничего не делает? Все знают, кто из вас заботится данной проблемой и куда-то вынесется, не знаю. И так сойдет. И так сойдет, правильно. Почему? Потому что обычно у нас есть более горячие задачи. Задача это имеет низкий приоритет, занимает много времени, за 5 минут мы ее не решим. Ну и когда у нас уже все поднято и так сойдет, внедрить новую систему на старый проект это достаточно сложно. Дальше, соответственно, когда я готовился к докладу, что я сделал? Я открыл YouTube, выбил ключевые слова, открыл пару топов к докладу и, соответственно, сейчас вам перескажу. Я эконом для вашего века. А может это на фиксу просто? Там на полтора часа каждый. Мы управимся значительно быстрее. Соответственно, это доклады, на основании которых я опирался. И честно скажу, у некоторых утром сквали. В данном случае автор этих докладов показал, что если мы введем ключевое слово, с которого начинается как раз токен для интеграции со слагом, то достаточно много, то есть 2000к токенов, почечные в открытой репестарии на гидхабе. Не беру и сказать, сколько из них сейчас актуальны, но если кто-то хочет заморочиться, может сделать какую-то спам-рассылку. Дальше, берем случай из реальной жизни. То есть к нам приходит новый сотрудник, компанию, мы ему оборудуем рабочее место, даем доступ к репозитарию, планируем репозитарий и сразу он видит всю приватную информацию, которую, в принципе, видеть не должен. И, опять же, у нас нет никаких правил, которые отвечают за контроль доступа списку, соответственно, доступ к описанию списка наших доступов и никто не знает, как этим управлять. Второй случай. Наш новый сотрудник не прошел ситуативный срок и мы его увольняем. Он на нас обиделся, у него по-прежнему остались все наши приватные данные и если человек нехороший, он может что-то с этим сделать. Опять же, мы не имеем единого места управления, мы печалимся, а может не печалимся, но риски остаются. Третий реальный жест. У кого, как на слайде, когда приходит сотрудник и говорит, Вася, дай мне доступ к базе данных, открываем Excel, отправляем в Slack, в Telegram, еще куда-то. Никто не признает себя, ни у кого такого нету? Значит, зря я готов доклад разменить. У всех все хорошо. Соответственно, если мы начнем искать инструменты, инструментов достаточно много, каждый решает эту проблему по-своему, кто-то шифрует пароли прямо в гид-репозитории, это немного уберегает, но, опять же, чтобы человек получил доступ, он говорит, мне нужно пароли от вас данных, мы ему найти пароли от секретов, теперь ты можешь их шифровать и опять возвращаемся к тому, с чего начинают. Соответственно, мы рассмотрим с вами инструмент VALT. VALT появился, кто не знает, компания Khashikor, как раз одна из тех компаний, которая стояла из истоков сейчас модного течения, это построение сервиса на базе микросервисов, когда большая компонентная система разбивается на мелкие компоненты, и каждый компонент уже выполняет какую-то конкретную задачу. Так называемый unique-стиль, и все сервисы по необходимости между собой взаимодействуют. Так как это вышло из мира микросервисов, то у него есть, ой, не туда, Regresson. Вторая особенность, которая для многих может быть решаемым, сам VALT не хранит состояние, то есть все данные, которые он зашифровал, зашифрованными отправляются уже в какой-то букенд, на котором они хранятся. И если мы перейдем на сайт этого инструмента, то увидим там достаточно большой список баз данных. Это может быть PostgreSQL, Consul, который является также разработкой данной компании. Это могут быть облачные платформы. Список, по-моему, больше 20. Данный инструмент позволяет обеспечить принцип минимальных привилегий. Так как он предоставляет REST-интерфейс, он позволяет уже делать свои плагины расширять и более глубоко внедрять в свои сервисы. Ну и он имеет open-source версию, которая опубликована по лицензии Mozilla 2.1. Здесь я привел команду, как происходит запуск. Вот, непосредственно на нашем проекте. Есть два режима запуска. Это первый для разработчиков, он упрощенный, когда мы даем ключ DEV и, соответственно, все взлетает. Нам говорят, вот тебе рутовый инициализированный токен и вот тебе пять ключей, которые позволяют вскрыть хранилище. Если мы запускаем в продакшене, то после того, как мы запустили VOLT, он считается запечатанным. И, соответственно, с ним работать нельзя. Для того, чтобы мы продолжили работу, мы должны провести его инициализацию. Выполняется команда VOLT, который инициализирует, после чего нам даются пять ключей. Для того, чтобы мы распечатали, могут быть использованы три любых ключа из этой связки. Сделано это для того, чтобы можно было раздать трем сотрудникам, пяти сотрудникам по ключу, и только три сотрудника вместе могли активировать систему. Как применить в нашей реальной жизни, я не знаю, но, наверное, все. Чтобы создать свой первый секрет после того, как мы активировали и авторизовались, мы выполняем простую запись. То есть в данном примере используется консольная утилита, опять предоставленная VOLT. Она по IPI сама взаимодействует с сервисом, куда и как стучаться, прокинуться через перемен окружения. Здесь я опустил, но, грубо говоря, это указывается, что в перемен окружения, что сервер там-то-там-то, а в традиционный ключ используется такой-то-такой-то. В самом простом варианте это используется фруктовый ключ, который позволяет сразу иметь доступ ко всему, ко всей базе данных и проявлять секреты. То есть в данном случае мы пишем key rule-базу, определяем, что мы хотим. Здесь у нас секреты. Можно использовать древовидную структуру, как привычные нам папочки и файлы. И, соответственно, мы говорим, что мы для AeroCodes, хотим для AeroCodes определить такие переменные. После чего нам говорят, что все хорошо. И, соответственно, вычислить мы можем уже командой опять в консоли get. А зачем пароль AeroCodes? Требуется. Для демонстрации. Соответственно, мы здесь видим, что в виде текста нам вводится непосредственно информация. Также есть возможность указать, что мы, допустим, хотим не весь список переменных получить, а значение какого-то конкретного. То же самое можно вывести и в JSON формате, и в YAML формате. То есть это выведет примерно вот так. Также в Vault и по умолчанию уже есть веб-интерфейс GUI, который позволяет навигировать и делать какие-то простые операции непосредственно самым хранилищем. И здесь мы поставили слайд для того, чтобы продемонстрировать, как хранится непосредственно уже в нашем бэкэнде эта информация. Еще раз повторяю, что сам сервис Vault информацию не хранит, то есть он без состояния. Дальше, на что я хотел обратить внимание, это есть так называемые движки, которые интегрированы в Vault. Их тоже достаточно большое количество. Здесь я привел несколько дефолтных. Движок, который работает в режиме и приведет значения. Системный движок, его не касался. И движок, который обеспечивает взаимодействие и интеграцию с AWS, то есть с Amazon. На примере Amazon мы рассмотрим динамические секреты. То есть мы вначале Vault говорим, что мы активируем движок, указываем по какому префиксу при взаимодействии с AWS какой будет иметь путь. И сам движок, если мы опустим параметры путь и префикс, то по умолчанию будет совпадать с именем движка. Дальше мы говорим, что мы хотим записать конфигурацию учетки управления AWS. Здесь мы предоставляем наши доступы, которые будут непосредственно от лица, которые будут обращения к AWS, такой регион. И соответственно все эти данные сохраняются на бэкгенде. Дальше мы... Итак, кто имеет опыт работы с AWS? На AWS достаточно большая система, в которую можно отдельно посетить целую специализацию. Соответственно, здесь придет упрощенный конфиг, который сразу дает полный рутовый доступ на все, чтобы не заморачиваться, не разбираться, сколько там тысячи пятьсот разных ролей, кому что выделять, прямо открываем все. Во-первых, такой пример занимает мало места на слайде, а во-вторых, он работает с коробкой. Что мы здесь делаем? Опять же записываем, описываем роль, описываем доступ к полиции, записываем какая политика будет применена. Это все опять же уходит на бэкгент, уже в нашу хранилку. Дальше, когда нам требуется сгенерировать учетные данные, мы вызываем команду, что нам нужно создать такую-то роль. Что здесь происходит? Здесь выписывается новая пара ключей. Ей ставится expire и, соответственно, по завершению данного expire, с которой так же нафигуруется, данная связка перестает работать. Для чего это может применяться? Допустим, мы вынуждены дать доступ к AWS новому сотруднику для настройки сервиса. Этот доступ вам понадобится на неделю. Соответственно, мы выписываем ключи, которые действуют неделю, через неделю они сами запариваются и сотрудник перестает иметь доступ. Также надо отметить, что Волт имеет модульную систему и в нем нужно авторизовываться. В простом примере мы сами авторизовывались по токену, который генерировали. Это плохая практика и она достаточно не универсальна. Соответственно, здесь представлена куча вариантов, через что можно авторизоваться. Ниже мы с вами расположим, как можно авторизоваться на примере гитхаба. То есть это движки, которые, соответственно, учетки которых можно уже переиспользовать. Начиная от юзер пасс, токен мы с вами использовали и рассмотрим, как будем авторизовываться при помощи гитхаба. Соответственно, логин через гитхаб. Мы опять же говорим, что мы хотим активировать способ авторизации через гитхаб. Задаем, какой фунт пусть используется для нашего проекта. Дальше мы описываем, какая организация. Дальше мы делаем маппинг членов данной организации и какие политики будут доступны в нашем случае. Здесь используются две политики. Default – это пустая политика для того, чтобы все заработало, но ничего не показывалось. И наша кастомная URL-кодус политика, которая будет, соответственно, описывать, какие действия можно выполнять в данном случае. Дальше мы в консоли, когда выполняем vault-login, указан через какой метод авторизации, у нас, соответственно, будет запрашиваться токен от гитхаба. Наверное, мало кто тут заходил, но на гитхаб есть возможность зайти в персональный проект и там получить свой секретный токен, к которому можно будет авторизовываться. Если это консольный вариант, то мы вставляем токен. Если мы выполняем REST-запрот, то, соответственно, токен это посылается в заголовку. После чего, получается, запрашивается, идет callback на хитхаб, там берется профиль пользователя по этому токену и проверяется, что у него должны быть, присутствуют условия, что он должен принадлежать организации URL-кодус и должен состоять в ее команде. Если условия выполняются, то, соответственно, ему предоставляется доступ на политики, которые были описаны далее. Что собой представляют политики? Политики, соответственно, представляются в таком формате. Здесь мы описываем пути от корня нашего сервиса, соответственно, и обычные игру, какие действия мы можем делать. То есть мы говорим, что вот здесь мы можем только создавать. Для такого пути мы можем только читать. И продублировано на уровне ниже, что так же можно создавать и так же можно читать. Здесь, соответственно, количество операций может быть это чтение, создание, список и удаление. Следующий пример, который мне показался достаточно интересным, впервые я о нем услышал, но не знаю, как сделать это, когда я начал знакомиться с сервисами Амазона, то там настоятельно рекомендовали ротировать доступ к базам данных. Соответственно, первый вопрос у меня был, как поменять пароль пользователя, чтобы все приложение не отвалилось, пока я не выкачу новый пароль. Решается все это, оказалось достаточно просто, просто создается вторая пара логин-пароль, новое приложение обновляется с новыми учетными данными, а затем уже деактивируется старый логин-пароль. Таким образом, получается, мы практически бесшовно, постепенно меняя экземпляры, поднимаем нашу базу данных с новым паролем. Как в этом может нам помочь данный случай World? Мы опять же разрешаем, используя секреты и датабейс, есть куча плагинов, здесь предназначена база MySQL, потому что она в нашей компании является как основная, и соответственно на базе нее я привел информацию. То есть мы говорим, что мы пишем конфигурацию, активируем плагин для MySQL, причем для тех, кто работает с MySQL, надо обратить внимание, что для версии 5.6 ниже и 5.7 это разные плагины. Дальше мы описываем URL и авторизационные данные, которым будет выполняться подключение, пишем опять роль, которая будет, в данном случае предоставляем рутовый пароль и рутовую учетную запись. Создаем правило, которое будет применяться для данной роли. Соответственно мы в роли описываем, что мы хотим создавать пользователя, который будет передаваться, которому будет передаваться пароль, и права, которые будут выдаваться. В данном случае выдается только SELECT на все базы данных, для пользователей с любого хоста, и ставится TL1 час. Соответственно, когда мы обратимся к Волту по REST API, либо через консольный клиент, нам будет выдано то, что нас интересует, это логин и пароль. Их действие будет в течение часа. Через час Волту уже следит за тем, чтобы старый логин порой были деактивированы. Библиотеки. Надо отметить на то, что достаточно большой список библиотек. В данном случае, я думаю, здесь преобладают языки программирования, которые используются для веб-разработки. Официальные клиенты компании предоставляются для Go и Ruby. Community предоставила инструменты для нижечисленных языков. Если вы не нашли свой язык в данном списке, опять же, это не беда, потому что достаточно простой REST интерфейс, который позволит вам написать свой плагин. Кто знает, что такое Ansible и кто его использует? А кто использует Ruby? На два человека меньше, да? В общем, рассмотрим, как все это может использоваться на примере Ansible. Это система оркестрации. Для того, чтобы нам использовать Vault в связке с Ansible, мы должны подключить плагин Ansible Vault. Дальше, получается, в этом плагине описывается конфигурация как раз наш токен доступа. Мы либо динамически подставляем, либо его передаем через переменные окружения. И в наших шаблонах или в YAML файлах, в которых описываются наши таски, мы, соответственно, можем обратиться к той или иной переменной. При запуске нашей плейбуков, соответственно, будет обращение к Vault. Там будет получен либо временный пароль для операции в зависимости от наших политик, либо постоянный, как мы настроим, то есть это уже на наше усмотрение. И, соответственно, все эти данные будут раскатаны по тестовым серверам или по продакшен серверам. На этом мой доклад подошел к концу. Всем спасибо за внимание, вопросы. Получается, эта штука, которая ставится как-то на bare metal, да, у вас там стоит? То есть там сервер. Да, это, получается, кластер сервера, который стоит на bare metal. А есть какой-то типа сервис? Есть там средства, или это предоставлено, наверное? Я думаю, мало кто захочет доверять свои пароли какому-то сразу решению. Наверное, да. Поэтому вопрос, наверное, не очень актуальный. Ну, если хочешь, мы можем тебя похоронить. Мы предоставим. Так, вы не готовы, да? Если это был структур, я был заморозом. А как оно работает с интерактивными консолями тех же рельсов, потому что есть официальные адаптеры на Ruby? Собственно, вопрос в том, что в рельсовой консоли можно посмотреть текущую конфигурацию базы. Текущую конфигурацию доступа к базу. Получается, он либо не обновляет эту конфигурацию, и тогда у нас проблемы с тем, чтобы использовать функционал на полную, либо он обновляет, и у нас все эти данные получаются открыты, в любом случае. Да, ты в любом случае можешь увидеть. Но если у тебя эти данные доступны в течение часа, то на втором часу ты их уже не воспользуешь. То есть это уже служает твоей временной рамки, когда ты можешь запользоваться этим паролем. Также есть варианты, когда ты можешь настроить одноразовые пароли. Здесь я не проводил. Мне тоже понравился кейс, также размотанный в официальной документации. Это одноразовые пароли для SSH-авторизации. То есть пароль, после ввода которого он деактивируется, и по второму по нему войти уже нельзя. Да. Правильно я понимаю, что нужно нам законнектить два из данных. Мы должны сначала сделать запрос на этот сервис. Да. Получается такое узкое место, и если оно отказывает, то подвесел. В какой-то мере да. Там предосмотрен механизм для того, чтобы обеспечивать доступность. То есть это уже можно настроить кластер, он масштабируется. Так же, как и базы данных, которые удалили на узкое место и больше не в чем гарантии. Но тебе же не надо заходить, теперь ты же не в связи обращаешься к паролю, ты допустим деплой делаешь, да, и да, тебе нужен пароль. А, нет. Тут зависит от того, какую схему ты выстроишь. Понятно. То есть ты можешь при деплой разложить, да. Ты можешь настроить, что у тебя в каждом запах приложения запрашивается новый пароль. То есть все зависит от твоих задач и какие риски ты пытаешься прикрыть. Понятно. Что там вы умеете еще вообще по поводу политик там еще что-то? Как это все можно посмотреть через? Из того, что мне попалось, получается, есть стандартный ГУИ, и есть пара опенсорчных проектов. Я как таковых не сравнил, потому что времени было достаточно мало. Ну и этот вопрос меня не очень интересовал в текущий момент. То есть там есть стандартный переход по дереву и, соответственно, управление в виде записи и просмотров списка, если хватает тебе прав. Да. Он опенсорчный? Да, он опенсорчный. Есть интерпресс-версия, она платная, по цене не скажу. А сертификаты он тоже хранит, да? Сертификаты, получается, в нем хранишь, а дальше ты уже взаимодействуешь и предоставляешься к сервису. Он отдает какой-то файл? Да. Здесь, получается, нужно добавить прослойку, которая будет отдавать файлы. То есть либо это во времена, либо память, либо еще как-то. Ну, фактически тогда можно положить любой файл? Да. То есть то, что мы хотим скрыть, зашифровать и... Угу. 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 А чего он такой известный? Не готов сказать, не сравнил. Угу. Угу. Это, грубо говоря, известная проблема, что раньше, курица или ИСО. Мы в этом случае просто сужаем список людей, у К2 есть доступ. До пяти рюк, да. Весь зал осталось пятером. Причем каждый из пятерых не может по отдельности. То есть это вопрос... Если мы говорим про уровень Deops и ИСА, то здесь не нужно только доступ. То есть мы для наших сервисов описываем токены. Там есть такой интерфейс, как... Тут не соврать. APPROL это интерфейс, который делит наш ключ на две части. Одна часть может быть зашита в приложение, а вторая часть получается динамически при активации, допустим, либо CIS скриптом, то есть у него есть своя часть, либо у Deops есть вторая планета скрипта. И уже вместе они позволяют получить доступ непосредственно к официальной информации, которая необходима для какой-то задачи. Для лицов я не очень понял, как бы... Connect будет... Мы же там как формируем какой-то файл, в котором прописано имя базы, пользователь, пароль. Получается то, что VOLT нам позволит сформировать только этот файл, да, и выкатить его. И получается на сервоте у нас будет лежать уже файл с паролем. Это опять зависит от того, как мы это все организуем. То есть первый вариант, да, мы при Deploy формируем этот файл. Второй вариант, это подключаем официальный клиент, который уже при старте приложения по данным токенам, сборным токенам, допустим, он уже идет сам VOLT и оттуда берет логин и пароль, а потом уже идет в базу. То есть это нам нужно использовать какую-то ген, да, библиотеку, рубиновую, которая... Да, то есть делать за нас. То есть мы просто вставляем. То есть это просто и опять же сдать пароль от BOLT, ну или токен, да? Да, составной есть, но получается уже разработчик меньше имеет ему доступ. И весь прикол доступа к базе, то, что у нас рутовый доступ имеет VOLT, а все остальные имеют именные от пользователей. Да, то есть мы уже имеем аксесс-лист, который позволяет уже управлять и либо гасить данный доступ для пользователей и токен, который он сделал, либо перевыпускать токена. То есть мы уже можем управлять доступом, не трогать само предложение. Спасибо. Спасибо.